Сибирь 2 В прошлой серии мы, блуждая по сибирскому лесу, добрались до этой отвесной стены, наверху которой стояли братья Багровы и пытались на нас скинуть какие-то огромные ледяные глыбы, но сверху... До первого выступа не добраться, слишком высоко. Сверху прилетел самолет, подбитый, и их спугнул. Я так понимаю, что нам нужно забраться по этой стене вверх. Так, топор поможет? И... И что дальше? Уф, в жизни бы не поверила, что сюда полезу. Да, я бы тоже не полез. Тут же, наверное, вся стена заледеневшая. Так... В чем дело? Почему Кейт не хочет лезть наверх? А, тут еще надо и в стороны ползать. Понятно. В общем, мы таким образом ищем выступы, да? Так, тут все. Уперлись. Как же нам подняться-то? Нет. Так, ну давай выше. Еще выше. Еще разок. Ага. Ага. Высокая стена. Высокая стена. Я думаю, она метров двадцать, наверное, высотой. Если не больше. Ну что, получится? Нет. Хорошо. Хорошо. ну давай теперь наверх идем теперь то должно быть все окей да я не упустил такая скользкая особо вы ведь понимаете какое у нее преимущество да вдобавок завели сообщники из местных контент вы меня ставите в очень неприятное положение родные кейт начали тревожиться если вы ее не притащите нам обоим придется не сладко можно подумать я тут загораю чертова дыра в самой тундре а дальше спорш какие-то она просто рехнулась а чёрт понятно с нами за нами там уже вовсю хвост преследует нас некий таинственный агент которого нанял начальник так здесь мы можем идти только вперед да здесь можем направо здесь можем налево идти и прямо давай сначала сюда ты еще что господи там был ганс я должна скорее добраться до поезда если хочу их догнать как нам добраться до поезда да поезд уже едва видно надо придумать как поскорее его догнать но тут в принципе не так далеко можно было бы по их следам и пойти ладно нет значит нет будем искать другие варианты так прямо есть давайте посмотрим что там было за вышка что-то я не понял это я куда пришел мы же здесь поднялись по лестнице точнее по стене слезать здесь мне совсем не хочется так ну ладно так пошли туда 4 вообще запутался куда мы пришли где было то вышка страна вот обломки того самого самолета так 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 что мы тут для себя можем извлечь борис шаров борис шаров это не тот чувак с космодрома интересно так это мы включаем питание это что такое непонятно это что такое непонятно что это такое что-то я ничего не понял что-то я ничего не понял это что-то что такое 0-3 например 0-3 подожди 0-3 28 мы должны может быть у нас две цифры должно появиться точнее 4 0-3 28 ладно давайте пока отсюда выйдем 328 надо запомнить 2 чувак и проснитесь да проснитесь же спит что ли без толку в этих наушниках он меня не услышит и как нам эти наушники снять может него матрешкой кинуть нет вот топор был бы мы бы дерево могли срубить что за 0-3 28 зачем нам это непонятно так откуда мы пришли 4 вообще уже запутался здесь отсюда мы пришли а вот она эта вышка какая-то радио ретранслятор так можем подняться наверх что тут у нас отлично что мы здесь можем так ну-ка 0-3 28 борис борис точно как слышите говорит кейт уолкер просыпайтесь борис подъем да есть что за что я тут делаю я хочу вниз спустите меня вниз отстегнитесь борис отстегнута ах да точно сейчас я вот эту надеюсь он не сильно ушибся так слаза им еще по этой llegи т pc может там какой-то необходимы нам инструмент лежит Что это такое? Понятно, это разворот антенны по частям света, то есть по сторонам света, только зачем нам это нужно, непонятно. Значит нам еще нужно будет сюда вернуться, я так понимаю. Так, самолет был там. Ну что, где ты там, Борис? Здорово, как тебя угораздило это суда прилететь? Борис! Все, Катенька, самолету моему капут, можно прямо на свалку. Так, что там летающее крыло? Бедняга, Борис, ваше летающее крыло едва цело. Зато я летал среди звезд, мисс, все остальное ерунда. Ну да, что там про Ганса, ничего не слышал. Борис, Ганса Форальберга похитили. Что? Что ты говоришь? Два мерзавца похитили Ганса Форальберга. Я иду по их следам. Бедный Форальберг. Увы, моя милая, вряд ли я смогу тебе чем-нибудь помочь. Я понимаю. Ну, нам уже к этому не привыкать. Я должна их поймать во что бы то ни стало. Понимаете, у Ганса слабое здоровье. Кейт, если б я мог тебе помочь, я бы помог с радостью. Только вот как? Так как, возьми да помоги, в чем проблема-то? Поезд стоит у подножья этой горы, а я никак не могу спуститься. Эх, если б мой самолет не было разбит. Посадка всегда была моим слабым местом. Понятно. Вы уверены, что мне это летающее крыло уже не пригодится? Вернее, некуда. Я знал, что посадка будет жестковатой. И катапультировался заранее. Вот разве что запустить катапульту второго пилота. Только придется перейти на ручное управление. Попробую запустить это кресло. Ладно. Я пока здесь побуду. На всякий случай. Так, это какое кресло там? Кейт хочет запустить. А... Что, что? С такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу. что за координаты 0 328 но это вроде как координаты это координаты которые нам были указаны на пульте рации самолета стой стой с такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу так понятно что ничего не понятно я даже не представляла что снова вас встречу честное слово судьба хитрая штука мисс олка борис вы не поможете мне с ручным управлением этого кресла катапульта нужно только ввести координаты места назначения только вот боюсь радар не фурычит ну до скорого борис удачи солнышко так пойдем туда к радару а как же нам выяснить координаты поезда интересно в принципе что делает радар он пилингует цели так это что а ну вот монитор радара да и пробивает только один сектор с четырех да ну-ка так пошли вниз что-то я не могу сориентироваться в какой стороне там у нас поезд так подожди это у нас получается координаты широта 100 долгота 100 значит это получается 60 60 60 60 60 так это мы запишем давай на всякий случай еще раз слазаем хорошо так секунду это у нас получается что за цель 20 2080 ну да 2080 давай запишем это сейчас сейчас 60 60 и 2080 что же он еще за цель нам показывает пойди разбери понимаешь так тут все да так ну ка попробуем 60 60 алло бесполезно 2080 алло бесполезно хорошо ну в поезде то у нас нету радиостанции насколько мне известно так побежали тогда к самолету побежали к самолету и попробуем ввести эти координаты на той панели я даже не представлял я даже не представляла что снова вас встречу честное слово судьба хитрая штука мисс ол борис борис как запустить это кресло надо найти точное направление на поезд и ввести в систему его координаты ну до скорого борис ну давайте удачи солнышко сейчас мы и попробуем это сделать так 60 60 поехали или нет эй стой это координаты самого самолета ааа понятно ааа ааа 0328 это же не координаты а чистота была получается так тогда 20 80 ну тоже не али стой с такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу ааа интересно а 81 стой стой с такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу так странно там были конечно таки была конечно какая-то погрешность кто 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 так ладно может нам попробовать а может нам попробовать а может нам попробовать 80-20 а не 20-80 Алло Есть контакт Отлично, Кейт, ты справилась Молодец Просто мы перепутали Широту с другом Отлично Отлично О, Юки здоровая Как дела Была бы у нас рыба Мы к тебе ее дали Эх, что тут с нашим поездом Кто-то звонит Алло Мисс Уолкерс Говорит полковник Емельянов Из Романовска Помните меня Полковник Емельянов? А, ну конечно А кто вам дал мой номер? Неважно Мисс Уолкерс Тут приезжал один детектив из штатов Искал вас Вот я и звоню Расспрашивал про вас Про поезд Про вашего друга Форальдерга Я, само собой Ничего не сказал Но Полковник Задержите его Любым способом Знаете, что такое Русская зима Все дороги замедет И сиди себе в сугробе Нет, мисс Уолкер Этот тип до вас Ни за что не доберется Спасибо, полковник Полковник, молодец Что это такое? Ты что, Оскар, что ли? Оскар, ну ты балбес, а? До того беспомощный уже Совсем прямо Хоть бы какое-то сопротивление оказалось Что ли Оскар, Оскар с тобой, всё в порядке? Оскар, это я, Кейт, Кейт Уолкер Добрый день, мадам Оскар, приходи быстрее в себя Нужно разыскать Ганса как можно... Ганса? Ганса Фуральберга? Да, Оскар, Ганса Оскар, давай скорее У нас есть ещё шанс догнать этих бандитов Увы, боюсь, что не смогу оказать вам какое-либо содействие, Кейт Уолкер Но должен же быть какой-то способ привести тебя в норму Не знаю, я действительно уже не знаю Он скоро разочаровался в людях, наверное Я видела Ганса лежащим на санях, который тащил снегоход Игорь с Иваном похитили в Оскар Сожалею, что не смог ничего сделать, Кейт Уолкер Я попытался им помешать Но эта толстая скотина схватила меня и швырнула в сугроб Оскар, ты сделал всё, что мог Теперь мы должны сделать всё, что можем, чтобы их догнать Нужно непременно догнать этих двоих Я охотно помог бы вам, Кейт Уолкер Но боюсь, что нахожусь в весьма нерабочем состоянии Ты в порядке, Оскар? Я совсем замёрз, Кейт Уолкер М-да... Но мы тебя отогреем, не волнуйся От холода у меня все шестерёнки встали, Кейт Уолкер Иди в паровоз, раскочегаривай топку и грейся Надеюсь, локомотив не повредила? Я опасаюсь худшего, Кейт Уолкер Я быстро, Оскар Я... я жду вас, Кейт Уолкер Ага, сразу так оживился В общем, такие у нас дела приключились в этой серии Давайте-ка её уже завершать По времени она подошла к концу В общем-то, она у нас была очень продуктивная Разобрались мы с этим сложнейшими механизмами С локатором, с рациями В самолёте пульт был что-то с чем-то В общем, всем большое спасибо за внимание И до скорых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»